Приветствую всех, друзья! Продолжаем знакомиться с интересным дебютом с моим фирменным ходом F3 Кто первый раз на канале и кто еще не знаком с этим дебютом Для вас я создал отдельный плейлист который называется Партии с ходом F3 Дебютная разработка Можете перейти в этот плейлист и посмотреть мои другие партии Ну а сейчас мы будем смотреть что же было у нас в этой партии Процент точности моих ходов чуть больше 91% К компьютеру, естественно, не все мои ходы нравятся Но они все идейные Давайте ближе к делу Напоминаю, контроль времени был 3 минуты плюс 2 секунды И первым ходом я пошел, как обычно, D4 Соперник отвечает D5 Вторым ходом коня выводим на C3 И здесь последовал ход E6 от черных И вот он, мой фирменный ход F3 К компьютеру не очень нравится этот ход Обозначает его как ошибку Но объясню идею Я вывожу F3 Чтобы потом с комфортом провести E4 И после размена пешек У меня будут в центре две сильные пешки Давайте продолжим Соперник играет конем на F6 И вот я провожу E4 Хорошо, что здесь соперник не играет C5 Там реально очень сложно Тут соперник разменялся И теперь играет C5 Но это здесь уже ошибка Я прохожу мимо Сыграл D5 Берут мою пешку И вот тут интересный момент Я раньше играл E5 Там тоже своеобразные интересные позиции возникают Но в дальнейшем я как-то начал замечать Что как-то сложновато там Поэтому для себя я решил Что лучше взять пешку Именно пешкой, не конем Вот это тоже запоминайте Здесь соперник развил чернопольного слона На D6 Хочет сделать короткую рокировку Но тут мы должны обязательно знать Вот этот ход Ферзь E2 Объявляем шаг По движку равенство Но как же сложно здесь играть черными Казалось бы Совершенно естественный ход делают черные Они закрываются ферзем Но это уже ошибка И здесь мы начинаем показывать Свои познания дебютной части Мы напрыгиваем конем на B5 Тут конечно соперник сразу ошибся Сыграв конем на A6 Ему следовало взять ферзя Но это все я сейчас показывать не буду Потому что там затянется это видео надолго Как-нибудь это тоже мы рассмотрим Вот сыграв конем на A6 Соперник пропускает удар Конем мы рубим здесь слона с D6 И выясняется что Ферзем нельзя брать этого коня Потому что на связке король Приходится после шага Уходить королем Ну и мы начинаем Разменные операции Меняем ферзей Меняем здесь легкие фигуры По порядку И дальше хотим Тут тоже разменяться Так как у нас преимущество в материале Размены нам только на руку Здесь мы съедаем коня Король берет И получается скрытый шаг Мы отходим королем на D2 Соперник не хотел Чтобы мы поставили свою пешку на C4 Тогда бы вот эта пешка на D5 Была бы очень сильной Поэтому он сам сыграл C4 Очень правильно Мы развиваем коня Нападают на нашу пешку Здесь я ладьей Пошел на F1 Хочу тоже дать скрытый шаг Взяли пешку Мы отходим королем Так как был шаг И вот здесь соперник Хочет уйти своим королем на G7 Поэтому он сыграл G6 Вот теперь скрытый шаг Еще угрожаем съесть пешку После отхода короля Как раз таки вот на G7 Мы тут съедаем эту пешку По хорошему сопернику Надо бы уже сдаваться Но он решил еще чуть-чуть Подвигать фигуры Сильно не буду уже здесь Комментировать эти моменты Напали на пешку Мы защитили Нападают на коня Мы его защищаем вот так Здесь Ход А4 Но это не страшно все Размены пешек Конь очень крепко там стоит На C4 И вот здесь Сыграв я Ладьей на D7 Соперник просто сдался Вот такая партия Кому понравилось Ставим лайки Подписываемся на канал Чтобы не пропустить Мои следующие видео Где я буду Также освещать Этот дебют И много еще различных Всяких интересных дебютов Ну и не забывайте Смотреть шортсы Там тоже у меня Много чего интересного Всякие ловушки В общем Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok